Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляоянские дни 14 августа Не проехали версты сам Сергей Иванович навстречу На своем белом драконе с хребтом, изогнутым кверху, печальный, темный, ушел последним Взорвал, но взрыв не оправдал всех надежд Японцы там уже, на Вамбатая Верст пять отсюда на тех сопках можно видеть и Вамбатай, и японцев Мы едем туда Сергей Иванович с нами Нас нагоняют военные атташе, германский и австрийский У подножья сопок деревушка, в ней маркетант третьего корпуса Я предлагаю напиться чаю Австрийский атташе, граф Шептыцкий, вежливо и твердо отвечает Я не буду И мы взбираемся за ним на сопке В полугоре он и германский оставляют своих лошадей Но ведь еще можно долго верхом ехать Такое правило Мы с Сергеем Ивановичем уклоняемся от правил и едем верхом Граф уже на сопке и лежит на земле Мы подъехали почти вплоть Я забираю свои пирожки, яблоки и подхожу к графу Пожалуйста, лягте Если генерал Иванов увидит, он нас всех прогонит А вон левее, на той сопке, верхом стоят? Граф пожимает плечами То не его уже корпус Я и все мы ложимся Вот что значит так показываться на сопках, говорит граф Одна наша батарея 14 августа до трех часов работала И японцы не могли ее нащупать В три часа подъехал штаб в своих белых китерях И ровно через три минуты я смотрел на часы Нас буквально засыпали Я лежу, ем пирожки И напрасно ищу глазами русских или японских войск Ни тех, ни других, кроме линии 10-го корпуса Граф продолжает ворчать Сейчас не опасно стоять Но к вечеру здесь уже будут японцы на всех тех вышках Они уже стоят и наблюдают Одна такая стоящая фигура И они уже отметят эту сопку Вы думаете, что сегодня же они подойдут сюда? Судя по обнаруженной энергии, непременно И значит завтра в Леояне? Я убежден Где же войска Иванова? Вон Я смотрю направо на сопку саженях в ста от нас Где? Ничего не вижу Граф дает свой бинокль Я еще минуту три-четыре ищу Неужели вот эти серые неподвижные камни? Да Я отнимаю бинокль и смотрю простыми глазами Но ведь это камни Опять смотрю в бинокль А, вот один пошевелился Вот так надо лежать А японцы где? Через час вам отвечу Их не так просто увидеть В ожидании я смотрю Но не на наши больше зеленые сопки А на Вамбатайский перевал В четырех верстах впереди Поворачиваюсь спиной И смотрю на долину Леояна Город, башню его Память корейских побед Четыреста пятьдесят лет тому назад Эту эмблему пустоты Забытого тщеславия И военных авантюр былых времен Желтый шар наш висит в воздухе Собираются тучи И как только закроют на время солнце Делается сразу свежо и прохладно Ну смотрите Вот уже где японцы Видите большую сопку? Лесок ниже Левее леска Версты две всего Но я в бинокле ничего не вижу Вот смотрите Их фронт Он и фронт видит Германский атташе говорит А, вижу теперь Я ничего не вижу Не видит и Сергей Иванович Меня гораздо больше Впрочем интересует теперь Граф Сильный Красивый Глаза горят Ноздри жадно захватывают воздух Это охотник на следу К вечеру здесь уже будет пальба А до вечера Наблюдать Я смотрю на Сергея Ивановича Мы, кажется, понимаем друг друга Это довольно скучно Так мы и вечером сюда приедем? Нет Я здесь останусь Говорит непреклонно граф Сергей Иванович говорит глазами Пусть остается Но вы без провизии? Граф улыбается Человек может несколько дней быть без провизии Позвольте вам оставить хоть эти пирожки Мы прощаемся и уходим Уходит и НН Я бы с удовольствием остался бы Но мне необходимо в канцелярию Внизу в деревушке мы останавливаемся пить чай У маркетанта уже все уложено Скорее пейте Мы пьем под деревьями чай Около нас какой-то отряд Красного Креста НН не стал пить чай Он спешил в свою канцелярию Маркетант жалуется Пудов сорок пришлось бросить Мулы заупрямились Тысячи на полторы убытка Но лицо веселое и обозбужденное Сколько следует Ничего, помилуйте Неужели за две чашки этой бурды брать? Мы едем опять Два часа назад полная жизни дорога Опустела совершенно И нас столько двое с Сергеем Ивановичем Ну что же, Сергей Иванович Сергей Иванович угрюмо молчит Что бы мы ни говорили теперь От этого и пылинка Это не переменит своего места А вот дождь сейчас польет Да, уже падают отдельные капли Еще немного Есть, что есть, едят Грязные, запыленные, перепачканные Давно в бане были? В какой бане? Японской? Каждый день, безмало А в нашей бане, вот если Господь приведет Приедем домой, тоже побываем В ожидании очереди прохода через дорогу затопили кухни Кипят котелки Мирная картина ярмарки в каком-нибудь заштатном городке Бабы только нет Китаец продает свинину Некоторые солдатики складываются и покупают Другие завистливыми глазами следят, как рубит и отвешивает на своем коромысле китаец А ты сало, сало побольше режь, кричит хохол И не узнаешь в нем солдата На голове соломенная шляпа, полтавца, босой, рубаха с одним погоном Пойдем той дорогой, по которой везут раненых И мы обгоняем бесконечные ряды носилок и арб На нас смотрят в глаза раненых с общим выражением утомления А к вечеру действительно усилилась канонада И уже из Леояна совсем ясно видно С вокзала видны эти вспыхивающие звезды и дымки И прямо на юге, и на востоке С водогачки прекрасно видна вся картина К вечеру разгулялся день Какая-то усталость во всем И, кажется, с утомленной округой засыпают и пушки И вдруг опять проснутся И снова рявкнут и сверкнут огнями Но тише и тише И уже тонут в сумрачном тумане все эти сопки «Новость! Слышали новость! Что дадите за хорошую новость?» Летит навстречу жизнерадостный Попов «Ну, сорок шесть пушек у японцев отняли Двадцать тысяч их уложили Вчера было сорок пять Вчера неверно, а сегодня совершенно верно Завтра рождение Микадо И мы ему поднесем такой подарочек Которого он, бог даст, никогда не забудет» Генерал Марцин сегодня к вечеру скончался Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том шестой Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok